всем привет дорогие друзья сегодня мы вам покажем как можно сделать замечательную игрушку примерно вот такую либо вот такую это очень милые такие мягкие очень приятные на ощупь игрушки связанные в технике амигуруми об этой технике нам подробнее расскажет наш гость это валерия валерия здравствуйте здравствуйте валерия у нас вяжет давно очень увлеченно этим занимается и вот такие милые создания творит своими руками немножечко про технику амигуруми амигуруми это древняя японская техника вязания игрушек животных и разных фигурок крючком она основана на колечко амигуруми это кольцо и по спирали дальше вяжутся петельки данное колечко то есть задача на и простейшая по сути да если это все говорит у так для начала да то есть у нас есть колечко и вокруг него вот так по кругу по кругу сужаясь расширяя у нас появляется вот такое чудо милое чудо на давай начнем сразу показывать да сегодня мы будем вязать из какой нити мы будем вязать из плюшевой пряжи нам понадобится несколько цветов то есть мы будем вязать по цветовой гамме на непонятную пчелку пчелку давай немножечко поговорим о том какие плюсы и минусы у плюшевой нити да все таким вязание как-то привычно до думаем о том что это должна быть черстяная нида либо мулине да а вот здесь у нас это плюшевая пряжа на выполнена получается обычная хлопчатобумажная ниточка и в нее набита и скручена полиакриловая такой как он как пух да но он так хорошо скажу скручен то что он вот если ну давай плюсы какие плюсы если пряжите такой но она очень приятная на ощупь действительно прям объемная мягкая но в плане вязания она очень капризная то есть вот элементарно потянуть и куша она может распуститься осыпается осыпается да а мы знаем что вязание есть такой процесс когда можно распустить а есть такие нити которые уже не распустишь то есть если совершил ошибку все эти ниточки мы у нас нет права на ошибку сегодня не унес мы не сможем распустить сейчас мы будем вязать нет есть и конечно небольшая хитрость я ее покажу как можно если ты только что связала если не долго игрушка стоит то можно распустить то есть нитки еще не не привыкли то есть не то что не привыкли когда мы затянули да не затянулись у нас если будет связано при распускании у нас будет вот не залома в местах где лишь да да я вот прикреплялась там будет вот например как крошится на покажу то есть чуть-чуть задели и вот она вся сыпется это минус да это минус нити нежная так и вот как вы говорите есть у нас возможность да допустим если перетянули то здесь останется такой залом залом да а не очень хорошо а из плюса все-таки она объемная она объемная приятного растягивается наверно еще можно увеличить простила это зависит от плотности вязания если мы вяжем не плотно то за счет набивки и действительно можно сделать пообъемнее а валерия какие крючки лучше использовать для вязания подобной нити для вязания плюшево пряжи на подход крючки от 3 до 6 миллиметров это тоже зависит от плотности вязания я лазиковые металлические это тоже зависит от вязальщицы если удобно то мы вяжем тем крючком который нам просто удобно держать в руках который лучше скользит по пряжи смотря каким способом мы вяжем кому-то удобно вязать простым металлическим крючком без какой-либо ручки потому что есть существует два способа держать крючок и кто-то говорит что один правильный а другой неправильный но я считаю что нет неправильного способа как тебе удобно можно держать крючок как ручку главное чтобы наша кисть была подвижная чтобы нам было удобно можно держать таким обычным способом как ложку как да как детки держат наверно ложку на богородок интересно но давайте вернемся наши пчелки понятно что мы выбрали три цвета и движемся до начинаем мы с колечка амигуруми но в данном случае у нас пряжа очень капризная это очень популярная пряжа вязальщицы наверное знают марку я назвать не буду но все наверное поймут что она так хорошо сыпется она очень популярная у нас доступно очень здесь мы колечко амигуруми уже сделать не сможем потому что мы не сможем затянуть за счет фактуры этой пряжи того что она сыпется колечко затянуть не получится мы сделаем другим способом на нашу на пальчик мы кладем нашу рабочую нить заводим крючок под нить и проворачиваем крючок делаем оборот 180 градусов то есть такую петель да и в эту же петельку мы провязываем две воздушные петельки первая и вторая на крючке у нас получилась цепочка из двух воздушных петель во вторую петлю от крючка тут у нас первая вторая петля мы вводим крючок и и провязываем 6 столбиков без накида это у нас будет являться имитации нашего колечка амигуруми эту ниточку хвостик мы прячем между петелек мы ее закрепляем с помощью ниточек то есть вот так прокладываем между петельками чтобы она затянулась а чтоб не распустилась и 3 4 5 и 6 6 петель и к нам нужно увеличить вдвое этот наш кружочек мы провязываем 6 прибавок то есть прибавка это когда мы вяжем в одну петельку 2 петельки то есть на расширение петелька состоит из передней и задней полу петельки мы захватываем и переднюю полу петельку и заднюю полу петельку то есть у нас две полу петельки должны быть на крючке провязываем вошли вели крючок в петлю захватили рабочую нить на крючке 2 петельки эти провязали еще раз повторяем то же самое действие в ту же петельку Входим крючком, захватываем рабочую нить, 2 петельки на крючке, провязываем. Первую прибавочку мы сделали. Далее опять вводим крючок в следующую петлю, за переднюю и за заднюю петельки. 2 петли на крючке, провязали, снова в ту же петлю. Вводим крючок, захватываем рабочую нить, выводим, 2 петли на крючке, провязали. Мы провязали 2 прибавки или 4 петли. То есть оно растет практически в геометрической прогрессии. Да, далее до конца ряда нам нужно провязать еще 8 столбиков или 4 прибавки. Далее мы провязали ряд, сделали 6 прибавок, у нас в ряду получилось 12 петелек. Теперь нам нужно провязать следующую комбинацию, это 1 столбик, 1 прибавка. Также 6 раз мы провязываем. Вводим точно так же крючочек в петельку, в столбик. В следующую мы вяжем прибавку, то есть в одну петлю мы провязываем 2 столбика. Раз, два. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, для тех рукодельниц, которые, в принципе, уже знакомы с техникой вязания, то есть самое главное здесь, вообще в технике амигуруми, это начать, да? Да. А далее уже идешь... Самое главное, это, наверное, схема. Если есть схема, то по схеме мы вяжем, по описанию. То есть это несложно? Да, это несложно. Тут основных, получается, петелек это... Игрушки вяжутся... Да, нет, самое основное это полустолбики. Столбики? Нет, не полустолбики, прошу прощения. А сейчас самое основное? Самое основное это столбики без накида. То есть почти все вяжется столбиками без накида. Конечно, иногда при вывязывании каких-то мордочек игрушкам с переходами, чтобы сделать носик, мы вяжем столбики с накидами. Это уже другое. Либо, чтобы вывязать, например, как у хаски, лапки, носики. У данной игрушки нос и лапки тоже вывязаны пышными столбиками. Это тоже такой очень распространенный вид петли в вязании именно в технике амигуруми. То есть, по сути, эта техника, конечно, кажется, что вроде бы и простая, но на самом деле здесь есть свои нюансы, да, и их нужно знать и владеть грамотно этой. Вы сказали, это хаски, я только сейчас поняла, что это хаски. Я думала, это котик или кто, а потом увидела, что два разных глазика, зеленый и синий. Очень мило. Кто-то может использовать это как? Как брелок. Как брелок, как игрушку, как игольницу, как новогоднюю игрушку, да, то есть вот такие маленькие игрушки, это одна история, да. Те, кто побольше, это уже, конечно, вот такие милые существа. А вот интересно, а почему где-то помягче, где-то поплотнее? Это зависит от наполнительного? Да, от наполнительного зависит, потому что, например, для ребенка игрушку, мне кажется, лучше набить более плотнее, потому что со временем наполнитель сбивается, и игрушка становится не такой, теряет свою форму. А уши у нас вот здесь очень плотные. Это плотная вязка, да? Нет, это немножко просто другая техника, не техника, а другая, это петлики другие, это полустолбики, это столбики с одними или двумя накидами. То есть они более как будто даже если со стороны посмотреть, кажется ажурными что ли. Да, они такие кружевные какие-то и достаточно тяжелые, потому что здесь сразу чувствуется, потрачено больше нити, да. Хорошо. Мам, мы движемся далее. Так, мы связали три ряда с прибавками, четвертый ряд нам нужно связать без изменений, то есть один ряд желтым цветом, 18 столбиков без накида. То есть точно так же мы вводим крючок, две петли на крючке провязываем. Музыка. 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 Мы провязали 17 рядов. Почему 17, я сейчас объясню. Мы будем делать переход цвета. Чтобы сделать переход цвета, мы вводим также крючок в следующую петлю, в нашу последнюю 18-ю, 2 петли на крючке, но не провязываем. Мы берем нить следующего цвета и провязываем последний столбик в ряду ей. Для того, чтобы у нас получился ровный красивый переход, и чтобы ниточка не соскакивала ряд, потому что мы же вяжем по кругу. То есть 18-ю петлю мы уже добавляем другой цвет. Да. И переходим на следующий ряд. На следующий ряд. И также провязываем 18 столбиков без накида. При этом мы берем наш хвостик, мы его придерживаем. Хвостик мы придерживаем. Прокладываем между изделиями, вводим крючок в следующую петельку. Хвостик у нас здесь, чтобы у нас закрепился. Первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Теперь мы снова будем переходить на другой цвет. У нас остался последний полустолбик. Вводим крючок в петельку, выводим нить, но не провязываем черным. Мы провязываем желтым. И продолжаем вязать снова 18 столбиков без накида до конца ряда. И в конце ряда мы точно так же делаем наш переход. Последнюю петельку мы не провязываем до конца, а меняем нить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я обычно вставляю это в первом желтом ряду Вставили первый глазик и ориентируясь на него мы уже ставим второй Так как мы хотим, чтобы челка была более смелым выражением лица, либо с более злым Мы уже ставим, чтобы на свое усмотрение Ну примерно на расстоянии 5-6 столбиков в первом, ну между двумя желтыми рядами Вот так, все хорошо И навязываем Далее, да Теперь у нас убавочки Убавки мы делаем по тому же принципу, что и делали прибавки То есть у нас последняя была 1 столбик Убавка Столбик И убавка Убавку мы провязываем, то есть мы захватываем передние полупетли Две Две следующих, второй и третьей петельки Провязываем Четвертый столбик мы вяжем обычный Пятая, шестая петелька Полупетелька Полупетелька Передняя полупетелька Пятая, шестая И провязываем И еще одна передняя Провязываем Столбик Седьмой столбик Восьмая, девятая полупетелька Захватываем полупетельки Провязываем Провязываем Десятый столбик 12 убавка это полу петельки их провязываем тут все уже понятно и наша пчелка начинает сужаться то есть получается такой уже маленький овальчик форма овала приобретает набьем нашу пчелку набивать наполнителем синтешар или синтепухова по-другому называют наполнитель продается в любом рукодельном магазине либо на маркетплейсах плотность мы выбираем регулируем сами если хотим поплотнее набиваем поплотнее если хотим прям очень 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 мягкую мы набиваем не очень сильно но в том условии что со временем этот наполнитель все-таки сука сваляется и уже эффект игрушки будет не тут сначала мы распределяем вот так большими пальчиками по стенкам делаем небольшое углубление и в это углубление мы уже остатки далее по той же технике как мы делали убавки делаем 6 убавок то есть просто 6 балок просто убавка просто убавок то есть необходимо выучить несколько терминов полупетля петля воздушная убавки прибавки и собственно дальше и столбики а дальше можете творить и делать вот невероятные вещи будь то маленькая игрушка или вот огромные такие персонажи сказочные можно даже наверное и куврики данные развязать шарфики шарфики нет ну шарфики наверное конечно крючком можно вязать шарфики шапки то есть именно в технике амигуруми где основание круг можно вязать например были очень популярны кардиганы из бабушкиных квадратов может вы видели такие вот тоже там основание идет как кольцо амигуруми сейчас вы наполнили нашу пчелку хочется чтобы она была поплотнее у нас мы помним осталось 6 петелек ниточку мы сейчас обрежем примерно оставляем где-то 10-15 сантиметров мы будем делать утягивать с ниточку мы обрезали петельку на шуток уберем и вытягиваем затягиваем берем пластиковую иглу с широким ушком и прячем нашу ниточку да то есть узелков никаких делать не надо потому что они будут визуально видны да да плотно у нас и утягиваем за полу петли на себя от себя до 6 телек нужно пройти так шесть раз и челка у нас таким образом готова и затянулась и иголочками короче выводим незаметное место откуда вывели иголочку в то же место и и снова вставляем запутываем как бы в наполнители проходим иголкой чтобы ниточка запуталась чтобы не вылезла не вывелось сильные не тянем можно ее либо спрятать нам прятать не помыли и просто обрежем где-то посерединке мы берем визуально смотрим вводим крючок можно в одну нужно в три столбика ровно ровно присоединяем и вяжем просто 15 воздушных петель 15 воздушных петель это у нас будут белые крылышки они будут просто как как две ленточки и потом продеваем вот опять туда же вводим крючочек и такие же 15 петель и такие же 15 петель и какой бантик получится 10 минус бантик бантик и пчелка наша будет готова но что дорогие друзья пока валерия доделывает нашу пчелочку хотелось бы сказать что конечно вязание это определенная медитация это такой некий антистресс но и конечно это огромнейшее удовольствие найти вот сидеть вязать а можно и с детишками вместе и по итогу когда получится пускай вот маленькая игрушка но это сделано все своими руками и с любовью на самое главное конечно это определенного рода такая значит успокоение я бы сказала потому что умиротворение вот ты сидишь спокойно обстановке вяжешь да и потом получаешь готовый результат эта игрушка сделана своими руками и у нас есть уже наша пчелка можно подвести за крылышки карабинчик для брелка и полюбить спасибо валерия вам большое ну а мы дорогие друзья увидимся совсем скоро творите пробуйте ищите себя в любых направлениях творчества до новых биржа Редактор субтитров А.Семкин